Бюджетникам повысят зарплату. Терминалы оплаты в общественном транспорте снова дали сбой и хоккейную команду Родина не пускают на игры чемпионата России. Все подробности далее. Наш эфир продолжит рубрика короткой строкой. В Кирове повысят зарплаты работникам бюджетная сфера. Об этом сообщают в правительстве области. Для этого были внесены поправки в бюджет. Зарплаты бюджетника будут проиндексированы. Среднегодовой процент индексации у педагогических работников составит 6%, у сотрудников учреждений дополнительного образования 7,2%, у культуры 4,3%. Кроме того, в поправках учтены средства на дополнительные выплаты за классное руководство педагогам среднепрофессионального образования. 1 сентября на некоторых маршрутах произошел сбой при оплате проезда транспортными картами. Пассажиры не могли оплатить проезд безналичным расчетом. В администрации объяснили, что в период школьных каникул тарифы для школьников отключаются, а 1 сентября терминалы вновь настраиваются на работу с транспортными картами. Из-за того, что терминалы в основном старые, программы не обновились. В мэрии пообещали, что все перевозчики заменят изношенные терминалы и сбоев в работе не будет. В 2022 году материнский капитал увеличится на 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда. Общая сумма выплат на первого ребенка в итоге составит 503 тысячи рублей. На второго – 665 тысяч. Чтобы оформить сертификат на материнский капитал, необходимо обратиться в пенсионный фонд. Родину из-за долгов могут не допустить на чемпионат России. Об этом заявили Федерации хоккея с мячом России. И Кировский хоккейный клуб не оплатил целевой взнос для участия в новом сезоне. К тому же команда регулярно задерживала предыдущие платежи. А если команда не оплатит долг до 10 сентября, календарь Игр и чемпионаты России среди команд Суперлиги составят без участия Родины и исключат команду из числа участников. В таком же положении оказался и новосибирский Сипсельмаш.